здравствуйте мы продолжаем проект политической кухни которые вы смотрите на сайте слухи и факты или в кабельных сетях компании интерком тел сегодня я алексей машкевич редактор журнала тысячи экземпляров наконец-то сижу на кухне женщиной и это дает надежду нам надеяться на то что обед или что мы тут готовим получится лучшего качества чем обычно мой гость сегодня наталья львовна ковалева депутат областной думы и руководитель фракции кпрф в областной думы здравствуйте наталья львовна с места в голуб практика последних лет показывает что депутату от оппозиции сначала очень сложно попасть в думу любого уровня а попав туда он ни на что не может влиять ну практически ни на что это вот мой взгляд со стороны вы уже четвертый созыв пятый созыв извините депутат облдумы от компартии оппозиционной партии и судя по всему собираетесь туда снова что движет вот если такой без выходняк зачем вообще честно сказать я не собиралась но это не громкие слова действительно мне очень многие избиратели звонят и говорят вы знаете что сейчас округа стали в два раза больше ну то есть как бы октябрьский район и вот это побудило меня ну то есть мне говорят ну если вы не пойдете как же вот вопрос это все-таки надо решать что побуждает побуждает я не могу сказать что вообще депутаты оппозиционной партии не могут ничего могут но только для этого больше времени получается те вопросы которые мы ставим к ним приходит потом злободневные вопросы но приходит через полтора через два года но приходит именно благодаря тому что камень что вода камень точек к ним имеет свяду к динар о всем вопросам до которые мы ставим не приходят и единор ось и приходит власть они начинают их решать. И начинают поворачивать именно с той точки зрения и смотреть под тем углом зрения, под которым мы смотрели. Но к большому сожалению для этого проходит достаточно много времени. И чем больше будет депутатов, не только монолитных одной партии, а чем больше будет разброс мнений, то я считаю, что больше и оперативнее сможем решать вопросы и влиять на власть. Это показывает, я была депутатом второго, третьего созывов, когда партийность все равно было, мы были представители партии, но избрание было не по партийным спискам, а по одномандатным округам. И там лобби было действительно профессиональное. Или мы ли отставили социальные вопросы, или вопросы сельскохозяйственные, или промышленности, или малого бизнеса и так далее. Но все мы били в одну точку для решения тех интересов, которые мы представляем, интересов избирателей. Ну вот все-таки прежде чем выбраться, надо пройти горнило, прежде чем стать депутатом, пройти горнило выборов. И Андрей Назаров, ваш коллега по Думе четвертого созыва, когда был у меня здесь на кухне, рассказывал, что после прошлых выборов вы на руках имели две тысячи бюллетеней, которые с нарушениями, с какими-то были вброшены, и вы не смогли прожать эту ситуацию, по его словам. Как было на самом деле? На самом деле было следующим образом. У нас действительно по двум избирательным участкам, ну конкретно по двум избирательным участкам, энергоуниверситеты и Дома национальности, избирательные участки там были. Там победила партия КПРФ. Это на думских выборах, да? И мы имели на руках копии комиссии, да? Итоги протокола. А когда стали смотреть наши товарищи в территориальной комиссии, итоги работы территориальной комиссии, то, что отправили, там оказалось, что там победила партия Единой России. И я на то время, как кандидат в депутаты Государственной Думы была, я подала заявление в суд. Причем первое заседание в суде было очень интересным. Знаете, какое было принято решение первым заседанием в суде? Оно давало надежды на рассмотрение. Было принято решение следующим образом, потому что мы видели, что там подписи не тех мы привели людей, которые сами являются членами этих избирательных комиссий участковых. Было принято решение все бюллетени пересчитать по этим двум участкам. Пригласить, соответственно, всех членов участковой избирательной комиссии, чтобы они подтвердили свои подписи. Но, к большому сожалению, второе заседание сказали, что взяли, там 50 процентов субъектов решают именно так, а 50 процентов все-таки рассматривают в суде. Посчитали, что я как кандидат не должна была подавать, а должна была подать партию. Ясно. Ну вот только что прошли до выборов в Гордуму, где проиграл коммунист Андрей Автанеев и говорят, что на самом деле он выиграл. Как, на ваш взгляд, стали чище выборов? Я в выборах была. Я присутствовала на 10-м, 12-м и 11-м участках, это 53-я школа. То есть я периодически там появлялась. Конечно, делать о том, чтобы вмешиваться в деятельность комиссии участковой, это нет. Но как депутат я могу посмотреть со стороны, как проводится. Поэтому, когда мы увидели, как сидят наблюдатели, они вообще были посажены, предложили, пересадили их. Но как только был вброс, и об этом сказали на 37-м участках, наших представителей, наблюдателей, не только наших, а всех партий, сразу пересадили на то место, где им очень плохо было видно. Но я вам хочу сказать, там где наблюдатели работали, а вот как раз по 12-му участку, у Автанеева 100 голосов, а у Фокина 20 голосов. Но это очень сложно. Я хочу сказать, у нас какое-то благоговение членов участковых избирательных комиссий, когда приходит работник администрации. Вообще работник администрации с какой стороны? Ну тут благоговение. Если, допустим, пришел Вячеслав Михайлович, вопросов нет, что он проходит по участку и подходит к урне, как глава администрации. Но он депутат, как и я, только округ его в два раза, даже в три раза меньше. И он избран из числа депутатов главой города. Но когда приходит депутат, я даже не проходила туда, да, тут сразу возникает вопрос, а что вы, Наталья Львовна, здесь делаете? Говорят, что вы, Владимир Завалишин, Николай Зимин и еще ряд, скажем так, старых коммунистов, кто был близок к покойному Гордиенко, последнее время отодвинуты от принятия решений в партии. И вот Кленову лично с вами расправиться, скажем так, мешает ваш высокий рейтинг. И то, что вы, наверное, одна из немногих можете пройти в одномандатном округе на следующих выборах. Ваш комментарий. Я думаю, что, ну, во-первых, это внутропартийные вопросы, да? Я не хотела бы их обсуждать, но я сейчас прямо аварийно. Я прямо хотела бы сказать, ни о каком таком отходе от партийных дел этого нет. Я как была членом бюро областного комитета партии, так и осталось. Как мы были во фракции КПРФ и работаем, и проводим не фракции, рассказываем о деятельности коммунистов и фракции, это все осталось. А как и в любой партии, как и среди любых людей, есть столкновение мнений, есть дискуссия. Я за дискуссию. Ну, еще о выборах. Владимир Кленов, наконец-то, недавно заявил, что он возглавит список КПРФ на выборах. До этого он уходил от этого разговора. И ходят такие слухи, что весь список КПРФ сформирован, кроме одного места, второго, которое будет продано. И КПРФ таким образом перестанет у нас отличаться от всех остальных партий, где есть коммерческие мандаты. Я бы вам хочу сказать, никакого продажи места второго не будет. Говорить о том, кто возглавит список, это действительно так складывается, и мы видим везде руководителей региональных объединений политических партий, поэтому это не только для КПРФ свойственно, да, возглавляют первые секретари. Раз избрали, они идут. Вот. Никакой продажи места не будет, вы увидите там члена партии. То есть, вы не можете пока сказать? Нет, а потому что решает это пленум, и пленум будет выявить. Ясно, ясно. А как вы прокомментируете слухи о том, что Вадим Кумин, депутат... Валентин. Валентин Кумин, извините, депутат Госдумы от КПРФ и владелец группы «Зарубеж проект» всерьез присматривается к депутатскому, к губернаторскому креслу в Ивановской области? Пока об этом ничего не могу сказать, но то, что он не владелец сейчас, это же все понятно, он передал. Другое дело, что у него акции остались. Это другой вопрос. Я просто хочу сказать, чтобы не заподозрили в чем-то КПРФ. Какие его к месту, я не могу сказать, я не слышала пока об этом. Ясно. Ну, вот совсем недавно в Иваново приезжали члены ЦК Пономарев и Рашкин. Какую оценку они дали тому, что двое членов фракции КПРФ в гордуме вышли из партии? Ну, какую оценку? Это их позиция была, коммунистов, бывших коммунистов. Поэтому я считаю, Валерий, Федорович и Алексей Алексеевич заняли очень спокойную позицию в этом плане. Никаких врагов не ищет. Прошла эта ситуация? Прошла. Поэтому оценки какой-то. Ну, раз такое произошло, это позиция этих людей, значит, что-то их на это толкнуло. Но в чем-то заниматься и кого-то искать, и что-то тут смотреть, и как, этого совершенно не было. Был очень интересный разговор актива. Это я вам могу сказать. Я в нем принимала участие в субботу. Очень интересный Валерий Федорович сам по себе. Я его видела, да, когда возглавляешь объединение в 12 тысяч оборонное, да, и приходишь ты с совершенно другими бытиями. Да и альпинизмом еще занимается. Весьма интересный человек. Вот. Хотя я не могу сказать, что там все, а единодушно, да, были высказаны свои предложения, замечания, свой взгляд на эту проблему. Я считаю, что состоялось, не ловили никаких блох, я вам это точно могу сказать. А состоялся разговор на работу партии на будущее и на выборы. Ну, вот ни для кого не секрет, что у Кленова с Плотниковым изначально были какие-то разногласия, они все зрели, зрели, зрели. И для меня вот интересно, кто из них был инициатором разрыва отношений и вывода скандалов в публичную плоскость именно во время до выборов гордумы. Плотников решил ударить побольнее, нанеся вот такой моральный ущерб партии. Или Кленов, он был уже то ли уверен в том, что выборы или состоятся, или не состоятся, и тоже вот так решил активизировать. Я считаю, когда есть два человека, которые друг с другом спорят и не приходят к единому мнению, виноваты оба. Один больше, другой меньше. А разобраться, кто больше, кто меньше, могут только они двое. Ну, тогда последний вопрос. Когда Николая Плотникова увольняли из партии, то одним из обвинений... Его не увольняли, он подался, он вышел сам. Когда его подвигали к тому, чтобы он вышел из партии, одним из обвинений в его адрес было то, что он дал мне интервью для буржуазного журнала «Тысяча экземпляров». Вот сегодня вы, идя ко мне на интервью, не боитесь продолжения истории? Нет, я не боюсь. Правда, мы с вами говорили, что по внутрепарневым вопросам говорить не будем. А вы мне поверили. А я вам поверила. Тогда спасибо, Наталья Львовна. Это все. Напоминаю, что у нас в гостях была Наталья Львовна Ковалева, депутат областной думы, руководитель фракции КПРФ. Через несколько секунд Наталья Львовна в рубрике «Постскриптум» скажет то, что думает о передаче и там то, что, может быть, не успела сказать. А я, Алексей Машкевич, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания, Наталья Львовна. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу сказать, что такая передача нужна, она востребована. И очень здорово, что такая политическая кухня у нас родилась в Ивановской области. Потому что вся страна наша политическая кухня. Это первое. А второе, это очень хорошо, что оппозиции может прийти и выступить, и высказать свое мнение. А последнее, что я хочу сказать, так как у нас больше времени было посвящено выборам, чтобы все пришли на выборы и отдали свой голос. Тогда подтасовок практически не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова